Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире Вести Утро Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Во втором Чигеме прошел первый слет молодежи республики. В нем участвовали более сотни человек. Это волонтеры, студенты, а также представители молодежных советов при городских и районных администрациях республики. Они собрались, чтобы обменяться опытом и принять участие в тренингах. Организовали встречу Республиканский Минобор, Молодежный парламент и Молодежный центр КБ. Работа с участниками слета развернула сразу на пяти площадках. Их учили о замполитической деятельности, давали уроки продвижения своих проектов в социальных сетях. Отдельное внимание развитию волонтерства в районах. По словам организаторов, помимо новых знаний, не менее значимы налаженные в ходе общения связи. Одна из основных проблем, которую мы видим сегодня, это неналаженная система взаимодействия. И задача форума, слета сегодняшнего, как раз познакомить ребят друг с другом, чтобы они могли делиться проектами, планами. Ну и выходить смело на уровень работы Молодежного парламента и Молодежного правительства республики. Второй слет молодежи планируется провести через полгода. В Кабардино-Балкарию съезжаются джигиты на внедорожниках. Сегодня в республике стартуют гонки по бездорожью «Голубые озера-2014». В первом этапе Кубка СКФО примут участие экипажи из Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаева-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Преодоление тяжелого бездорожья на полноприводных автомобилях напоминает по духу соревнования всадников, говорят участники. За три дня они пройдут сложный маршрут у подножия Эльбруса, сообщает Рия Кабардино-Балкария. И еще немного об экстриме. В физкультурно-оздоровительном комплексе КБГУ осваивают недавно установленный здесь искусственный скалодром. Инструкторы по экстремальным видам спорта проходят курсы повышения квалификации. Занятия проводит приглашенный специалист, мастер спорта из минеральных вод Виктор Автомонов. За ходом тренировок наблюдала Карина Аванесова. Искусственный скалодром Фоки установили еще в декабре. Но желающие опробовать стенд любовались им лишь со стороны. Не было специалиста по альпинизму и скалолазами. Инструкторы из Ставропольского края пригласили преподавателей кафедры чрезвычайных ситуаций КБГУ. Виктор Автомонов, сотрудник Северокавказского спас отряда МЧС. Учениками доволен. Это не новички, которые хотят научиться работать, как именно работать на стенде, как именно тренироваться на стенде. И главное научить их тому, чтобы они безопасно могли проводить занятия со скалолазами на стендах. Потому что это дело имеет некоторые специфические вещи по сравнению с обычным туризмом, с обычным скалолазанием, альпинизмом. В группе у спасателей международного класса 12 человек. Занятия ежедневные по 8 часов. Сначала теория, потом практика. На этих курсах мы на самом деле очень много всего узнали. Это даже не касаемо самой техники. Очень много нового снаряжения, работа со снаряжением, организация страховки, организация самостраховки, безопасная работа. Много вещей, тех, которых мы не знали, мы получили на этих курсах. Инициатива организации курсов повышения квалификации принадлежит покорительнице Эвереста Карине Мезовой. Идея не нова и потребность в искусственном стенде для тренировок по альпинизму, скалолазами, элементов горного туризма. Она, наверное, живет в сердцах наших, скажем, спортсменов, начинающих и состоявшихся достаточно давно. Курсы завершатся через неделю экзаменами и зачетами. А в ФОКе пройдет торжественное открытие скалодрома. Инструкторы получат соответствующий сертификат. И еще один, самый главный урок. Вершины покоряются не только смелым, но и терпеливым. Карина Аванесова, Игорь Мигулин. Вести Утро. Кабардино-Балкария. На Кавказе задуман масштабный фотопроект. Главная цель – создать своего рода визитную карточку региона. Художественным руководителем выступает известный российский фотограф и путешественник Антон Ланге, сообщает информагентство «Регнум». Проект рассчитан на год. За основу взяли идею путешествия с запада на восток. В данном случае от Черного моря до Каспия. Языком художественной фотографии организаторы планируют рассказать о древних памятниках десятков народов, населявших Северный Кавказ, об их традициях и обычаях. В летопись войдут изображения уголков нетронутой природы. Воплощение начнут в мае. Серии экспедиции вдоль главного Кавказского хребта. На основе собранного материала будет издан альбом. Запланированы выставки в столицах регионов СКФО и в ведущих галереях России и за рубежом. И пока это все, увидимся в следующем часе. Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Во втором Чигеме прошел первый слет молодежи республики. В нем участвовали более сотни человек. Это волонтеры, студенты, а также представители молодежных советов при городских и районных администрациях республики. Они собрались, чтобы обменяться опытом и принять участие в тренингах. Организовали встречу республиканский Минобор, молодежный парламент и молодежный центр КБ. Работа с участниками слета развернулась сразу на пяти площадках. Их учили о замполитической деятельности, давали уроки продвижения своих проектов в социальных сетях. Отдельное внимание развитию волонтерства в районах. По словам организаторов, помимо новых знаний, не менее значимы налаженные в ходе общения связи. Одна из основных проблем, которую мы видим сегодня, это неналаженная система взаимодействия. И задача форума, слета сегодняшнего, как раз познакомить ребят друг с другом, чтобы они могли делиться проектами, планами, ну и выходить смело на уровень работы молодежного парламента и молодежного правительства республики. Второй слет молодежи планируется провести через полгода. В Кабардино-Балкарию съезжаются джигиты на внедорожниках. Сегодня в республике стартуют гонки по бездорожью «Голубые озера-2014». В первом этапе Кубка СКФО примут участие экипажи из Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаева-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Преодоление тяжелого бездорожья на полноприводных автомобилях напоминает по духу соревнования всадников, говорят участники. За три дня они пройдут сложный маршрут у подножия Эльбруса, сообщает Рия Кабардино-Балкария. И еще немного об экстриме. В физкультурно-оздоровительном комплексе КБГУ осваивают недавно установленный здесь искусственный скалодром. Инструкторы по экстремальным видам спорта проходят курсы повышения квалификации. Занятия проводит приглашенный специалист, мастер спорта из минеральных вод Виктор Автомонов. За ходом тренировок наблюдала Карина Аванесова. Искусственный скалодром Фоки установили еще в декабре. Но желающие опробовать стенд любовались им лишь со стороны. Не было специалистов по альпинизму и скалолазами. Инструктора из Ставропольского края пригласили преподавателей кафедры чрезвычайных ситуаций КБГУ. Виктор Автомонов, сотрудник Северокавказского спас отряда МЧС. Учениками доволен. Это не новички, которые хотят научиться работать, как именно работать на стенде, как именно тренироваться на стенде. И главное научить их тому, чтобы они безопасно могли проводить занятия со скалолазами на стендах. Потому что это дело имеет некоторые специфические вещи по сравнению с обычным туризмом, с обычным скалолазанием, альпинизмом. В группе у спасателей международного класса 12 человек. Занятия ежедневные по 8 часов. Сначала теория, потом практика. На этих курсах мы на самом деле очень много всего узнали. Даже не касаемо самой техники. Очень много нового снаряжения, работа со снаряжением, организация страховки, организация самостраховки, безопасная работа. Много вещей, тех которых мы не знали, мы получили на этих курсах. Инициатива организации курсов повышения квалификации принадлежит покорительнице Эвереста Карине Мезовой. Идея не нова. И потребность в искусственном стенде для тренировок по альпинизму, скалолазами, элементов горного туризма, она, наверное, живет в сердцах наших, скажем, спортсменов, начинающих и состоявшихся достаточно давно. Курсы завершатся через неделю, экзаменами и зачетами. А в ФОКе пройдет торжественное открытие скалодрома. Инструкторы получат соответствующий сертификат. И еще один, самый главный урок. Вершины покоряются не только смелым, но и терпеливым. Карина Аванесова, Игорь Мигулин. Вести утро. Кабардино-Балкария. На Кавказе задуман масштабный фотопроект. Главная цель – создать своего рода визитную карточку региона. Художественным руководителем выступает известный российский фотограф и путешественник Антон Ланге, сообщает информагентство «Регнум». Проект рассчитан на год. За основу взяли идею путешествия с запада на восток. В данном случае от Черного моря до Каспия. Языком художественной фотографии организаторы планируют рассказать о древних памятниках десятков народов, населявших Северный Кавказ, об их традициях и обычаях. В летопись войдут изображения уголков нетронутой природы. Воплощение начнут в мае серии экспедиций вдоль главного Кавказского хребта. На основе собранного материала будет издан альбом. Запланированы выставки в столицах регионов СКФО и ведущих галереях России и за рубежом. У меня все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня и до встречи.